Когда дело касается домашних животных, их поведение нередко удивляет, интригует и даже шокирует нас. Представьте себе ситуацию. Ваша собака вдруг начинает лаять и рычать в пустой комнате, глядя на одну и ту же точку. Или ваша кошка, казалось бы, без причины вдруг выгибает спину и прижимает уши, как будто она чего-то боится. Такие моменты заставляют задуматься, ведь животные, кажется, реагируют на то, что мы, люди, не способны ни увидеть, ни почувствовать. Находясь в наших домах, питомцы становятся своего рода стражами, которые могут реагировать на невидимые нам явления. Люди, владеющие большими собаками, нередко замечают, как они начинают проявлять агрессию или настороженность в тех местах, которые, по нашему мнению, абсолютно безопасны. И что сказать о кошках, которые, как известно, могут часами сидеть неподвижно на одном месте, пристально глядя в темноту, словно сканируют пространство на предмет чего-то неведомого. Свидетельства владельцев животных часто сходятся в одном. Питомцы начинают вести себя странно именно тогда, когда в доме или его окрестностях что-то происходит. И это что-то не всегда можно объяснить рационально. Множество историй подтверждают, что животные способны предугадывать события, будь то небольшие землетрясения, наводнения или даже появление незваных гостей. Такое поведение заставляет задуматься. Возможно, у наших четвероногих друзей есть способность видеть или чувствовать вещи, которые скрыты от наших глаз. Интересно, что же на самом деле происходит, когда животное внезапно меняет свое поведение? И как эти необъяснимые реакции могут помочь нам понять их уникальный взгляд на наш мир? Но это лишь верхушка айсберга в удивительном мире восприятия наших питомцев. Впереди еще множество тайн и загадок, которые предстоит раскрыть. Инстинкты или шестое чувство? Почему животные замирают без причины? Каждый владелец животного хотя бы раз замечал, как его питомец внезапно замирает, словно во время невероятного прозрения. Кошка застыла с широко открытыми глазами, внимательно слушая то, что не слышно нам. Собака останавливается, как вкопанная, настороженно обнюхивая воздух. Возможно, это не просто инстинкт, а нечто большее, таинственное шестое чувство, которое дает им возможность улавливать сигналы, неизвестные человеческому восприятию. Примечательно, что в такие моменты животные могут сосредоточенно смотреть на пустоту или наоборот поворачивать голову в сторону, как будто уловили нечто удивительное. Исследования показывают, что животные обладают способностью ощущать ультразвуки и электромагнитные поля, которые для человека недоступны. Это может объяснять, почему они неожиданно замирают. Их внимание привлекает звук или волнение в воздухе, которое мы просто не способны засечь. Например, кошки, известные своей сверхъестественной чувствительностью, могут реагировать даже на малейшие изменения в окружающей обстановке, включая колебания в электрической сети. Но замирание может быть связано не только с ощущением невидимого. Бывают ситуации, когда животные замирают перед стихийными бедствиями. Известны случаи, когда собаки заблаговременно предупреждали своих владельцев о надвигающейся буре или землетрясении. Их реакция на изменение атмосферного давления и вибрации Земли, которую они ощущают через лапы, позволяет им стать живым барометром. Итак, то, что нам кажется странностью или случайностью, для животных может быть четким сигналом. Их замирание – это не просто странное поведение, а способ взаимодействия с миром, на уровне которой никогда не будет доступен нам, людям. Возможно, они видят и чувствуют больше, чем мы можем себе представить. А в следующем нашем шаге мы приготовились раскрыть еще одну загадку, которая, возможно, прольет свет на тайную жизнь этих удивительных существ. Тайная жизнь кошек. Их ночные прогулки и таинственные следы. Переходя к нашим пушистым ночным охотникам, кошкам стоит обратить внимание на их удивительное поведение в темное время суток. Кошки, как известно, обладают невероятной ловкостью и обаянием. И часто их ночные прогулки становятся загадкой для владельцев. В темноте они превращаются в настоящих исследователей, способных проникать туда, куда мы даже и не подумаем заглянуть. Их удивительная способность ориентироваться в абсолютной темноте обусловлена анатомическими особенностями зрения. Сетчатка кошачьих глаз содержит клетки, которые позволяют им видеть в условиях слабого освещения, и именно это помогает им замечать движущиеся объекты, явно недоступные для нашего восприятия. Но что же заставляет кошку, ранее мирно дремавшую на диване, вдруг исчезать в ночи и возвращаться с рассветом со следами загадочных происшествий на шерсти? Многие владельцы находили на своих порогах странные следы лап, которые исчезают так же внезапно, как и появляются. Подобные следы – настоящая головоломка для людей, но для кошек это часть их необъяснимого мира. Их поведение иногда связано с охотой или поиском партнера, но случаются моменты, когда они преследуют нечто невидимое для нас, оставляя за собой загадочные порывы ветра и исчезающие тени. Такие ситуации навевают мысли о том, что кошки видят и ощущают больше, чем мы можем себе представить. Они могут реагировать на самые малейшие изменения в обстановке или на присутствие кого-то невидимого. Существует множество историй, когда кошки забегали и вели себя странно перед стихийными явлениями, указывая своим хозяевам на приближающуюся опасность. Что же они обнаруживают в ночных тенях, это остается тайной, которую пока не удается разгадать. Загадочное и таинственное поведение кошек в ночное время оставляет нас в раздумьях и только подогревает интерес к их способностям. Но, быть может, и другие животные обладают не менее удивительными способностями, которые помогут нам понять больше о мире, скрытом от наших глаз. Собака и пустая комната. Чтение невидимых сигналов. Переходя к поведению собак, которые настораживают своих хозяев, стоит обратить внимание на одну из самых загадочных областей их поведения – взаимодействие с пустыми комнатами. Представьте себе, ваша собака настойчиво смотрит на один и тот же угол в пустой комнате, ее уши насторожены и она тихо рычит. Собаки известны своей повышенной чувствительностью к миру вокруг нас. Их обоняние и слух куда лучше, чем у человека. Это позволяет им улавливать запахи и звуки, которые для нас остаются вне зоны восприятия. Есть множество свидетельств владельцев, которые утверждают, что их питомцы реагируют на что-то невидимое. Возможно, это запахи, оставленные кем-то или чем-то, что мы не можем ни увидеть, ни услышать. Кроме того, собаки могут воспринимать электромагнитные поля, которые возникают в наших домах. Это может объяснить их настороженность в пустых комнатах. Они чувствуют наличие полей, которые для нас невидимы. Исследования показывают, что собаки реагируют на изменения в электромагнитной среде. Их реакция на пустоту может быть следствием этих чувствительных восприятий. Но самое интересное в том, что собаки способны улавливать настроение и намерение людей. Известны случаи, когда они проявляли страх или настороженность в присутствии человека, которого их хозяева не считали подозрительным. Эта способность ощущать микронастроение и невидимые сигналы делает их незаменимыми спутниками и защитниками. Что же они видят или чувствуют в пустых комнатах, это остается для нас загадкой. Однако их настороженность и внимание к невидимым элементам окружающей среды заставляют нас задуматься об их уникальных способностях. Впереди еще более удивительные открытия о том, как наши четвероногие друзья воспринимают мир. Миграция птиц. Изучение необычных маршрутов. Рассмотрим еще один удивительный феномен в животном мире – миграция птиц. Кажется невероятным, как такие маленькие создания могут преодолевать тысячи миль пролегающих через континенты и океаны, возвращаясь к одним и тем же местам каждый год. Вы когда-нибудь задумывались, как они находят путь через бурные ветры и переменчивые погодные условия? Ученые давно пытаются разгадать тайну этих маршрутов, и, похоже, ответ скрывается в способности птиц видеть мир иным образом. Птицы способны воспринимать магнитное поле Земли, что позволяет им ориентироваться в пространстве подобно природным компасам. Некоторые виды даже могут видеть поляризацию света, что помогает им ориентироваться в пасмурную погоду или после захода солнца. К примеру, перелетные птицы, такие как гуси, ежегодно совершают невероятные путешествия из Арктики до Юга Америки и обратно, следуя неизменным маршрутам. Еще более удивительным является то, как птицы способны улавливать изменения в окружающей среде. Они реагируют на изменения температуры и влажности, что позволяет им выбирать оптимальное время для начала миграции. Известны случаи, когда птицы неожиданно меняли маршрут из-за надвигающихся бурь, что свидетельствует об их способности предчувствовать погодные изменения, недоступные человеческому восприятию. Научное изучение миграционных маршрутов показывает, что птицы пользуются сложными системами навигации, включая звуковые ориентиры и визуальные ориентиры, такие как горы и реки. Эти способности удивляют и вызывают восхищение, но также побуждают нас задуматься. Какие еще тайны, хранимые природой, скрыты от наших глаз? Неужели у птиц есть доступ к информации, о которой мы и не подозреваем? Чувство опасности. Как животные предсказывали катастрофы? Есть множество примеров, когда животные предвидели катастрофы, оставляя людей в изумлении. Один из самых известных случаев произошел в 1975 году в Китае. Перед тем, как мощное хайченское землетрясение обрушилось на провинцию Леонин, тысячи змей вылезли из своих зимних убежищ и направились прочь от города. Это заставило власти эвакуировать жителей, что спасло множество жизней. История знает еще множество подобных случаев. В 1989 в Сан-Франциско, за несколько дней до лома приедского землетрясения, собаки и коты стали вести себя необычно. Они проявляли беспокойство, выли и пытались покинуть дома. В тысячах миль от берегов Таиланда в 2004 году перед разрушительным цунами слоны забеспокоились и устремились на возвышенные места, уводя с собой людей. Эти примеры не единичны и заставляют задуматься о возможностях животных предвидеть катастрофы. Некоторые исследования показывают, что животные могут воспринимать звуковые волны низкой частоты или вибрации Земли, которые предшествуют катастрофическим событиям. Ученые также говорят о возможности реагирования на изменения в атмосферном давлении или электрических полях. В любом случае осторожность, проявленная животными, часто становится предостережением для их владельцев. Все эти случаи подтверждают удивительную способность животных, которую мы лишь начинаем понимать. Возможно, именно их интуиция и чуткость к мельчайшим изменениям в окружающей среде являются ключом к разгадке этой загадки. Так, в следующей части нашего исследования мы обратимся к подводному миру, чтобы узнать, что скрывают воды и как рыбы видят свой мир, который остается для нас таинственным и недоступным. Что видят рыбы в своей тихой глубине? Погружаясь в мир подводных обитателей, нам предстоит узнать, что же видят рыбы в своей тихой глубине. Рыбы живут в среде, где свет проникает лишь частично, и это определяет их уникальные способности. Одной из таких способностей является восприятие ультрафиолетового света. Многие виды рыб способны видеть за пределами спектра, доступного человеческому глазу, что помогает им находить пищу и избегать хищников. Некоторые рыбы, такие как лосось или угорь, используют магнитное поле Земли для навигации в океанах. Это позволяет им находить пути к местам размножения, совершая удивительные путешествия через тысячи миль. Ученые обнаружили, что рыбы обладают специальными магниторецепторами, которые помогают им ориентироваться в водном пространстве. Кроме того, рыбы способны воспринимать изменения в давлении воды и вибрации, что помогает им избегать опасности и находить добычу. Витиеватые сети нейронов в их боковых линиях позволяют им чувствовать малейшие колебания в окружающей среде. Эта реакция на изменения помогает рыбам выживать в условиях, когда каждое движение может означать спасение или смерть. Интересно, что некоторые рыбы способны к химической коммуникации, используя запахи для передачи информации о местоположении еды или опасности. Это позволяет им координироваться в больших стаях, образуя сложные системы взаимодействия. Кажется, что рыбы обладают удивительным пониманием мира, который скрыт от наших глаз. Исследуя поведение рыб и их способность воспринимать окружающий мир, ученые пытаются выяснить, как адаптации к подводной жизни открывают новые горизонты в изучении природы. В заключение этой главы мы погружаемся глубже в понимание того, что делает животных уникальными в их восприятии мира. Возможно, именно их природные инстинкты и способности помогут нам разгадать еще не одну загадку. Сверхъестественные способности или природная интуиция. Каждый, кто владеет питомцем, наверняка задавался вопросом, обладают ли животные способностями, которые мы можем посчитать сверхъестественными, или это всего лишь их природная интуиция. Исследования показывают, что животные имеют более острое восприятие мира благодаря развитыми органам чувств. Например, собаки улавливают звуки и запахи на огромных расстояниях, а кошки – возможность видеть в темноте. Но что заставляет их реагировать так, как будто они чувствуют нечто потустороннее? Множество историй рассказывает о случаях, когда собаки или кошки предчувствовали беду. В Великобритании известен случай, когда собака внезапно начала лаять и не отпускала своего хозяина, пока тот не вышел из дома, через несколько минут дом охватил пожар. Подобные интуитивные действия сложно объяснить только развитыми органами чувств. Кошки же часто проявляют странное поведение в домах с богатой историей. Они замирают, словно увидели что-то невидимое или начинают преследовать что-то по комнатам. Некоторые владельцы утверждают, что их кошки общаются с духами. Это, конечно, остается на грани мистики, но исследования показывают, что кошки действительно реагируют на изменения в плотности воздуха и электромагнитных полях. Научный подход к изучению таких случаев основывается на анализе сенсорных возможностей животных. Например, исследования показывают, что животные могут воспринимать ультразвуковые сигналы или колебания магнитных полей. Эти способности позволяют им ориентироваться в пространстве, избегать опасности и предвосхищать события, что может казаться почти магическим. Таким образом, даже если поведение животных иногда кажется загадочным или даже сверхъестественным, чаще всего оно объясняется их естественными способностями и интуицией. Однако это не отменяет того факта, что наши четвероногие друзья продолжают удивлять нас своими уникальными реакциями и, возможно, помогают нам видеть мир в новом свете. В следующем шаге научные исследования раскроют новые тайны, связанные с поведением животных и их способностью воспринимать скрытый от нас мир. Под крышей дома удивительные случаи с домашними питомцами. В уютной обстановке домашних стен наши питомцы часто демонстрируют поведение, которое заставляет нас изумляться и задаваться вопросами о том, что же они видят или чувствуют. Привычная обстановка может стать ареной для удивительных происшествий, связанных с нашими животными. Например, множество владельцев сообщают, что их собаки начинают лаять и рычать на пустые углы комнат или на лестнице, как будто там находится что-то или кто-то невидимый. Одна из историй повествует о собаке, которая каждую ночь встает у окна и пристально смотрит в сад, несмотря на то, что там никого нет. Ее хозяин, решив разобраться, установил камеру и был ошеломлен, заметив на записи движущиеся тени, которых не могло быть на улице. Эта сцена могла бы показаться выдумкой, если бы не была подтверждена многими владельцами животных, чьи питомцы показывают схожее поведение. Кошки с их загадочной природой нередко добавляют таинственности в такие моменты. Некоторые из них начинают играть и прыгать, словно увлечены невидимым объектом. Известны случаи, когда кошки в старинных домах становились особенно активными в определенных комнатах, что заставляло их владельцев задумываться о возможном присутствии чего-то необычного. Кроме того, не все странности связаны с ночами или старыми домами. Дневные происшествия, как внезапное беспокойство у животных, тоже не редкость. Например, кошка может резко вскочить и начать бежать по коридорам, как будто что-то преследует ее. Или собака может начать лаять на пустую стену, затем замолчать и вернуться на свое место так, будто ничего не произошло. Эти примеры являются лишь небольшим фрагментом тех удивительных случаев, которые происходят у нас под крышей дома. Они заставляют нас вновь и вновь пересматривать наши представления о мире, который воспринимается нашими питомцами. И хотя научные исследования только начинают проливать свет на эти явления, ясно одно – в их поведении кроется куда больше, чем кажется на первый взгляд. Научные открытия. Что говорят исследователи о поведении животных? Наука наконец-то начинает разгадывать загадки, связанные с поведением животных, и новейшие исследования дают нам обнадеживающие результаты. Ученые изучают сенсорные способности животных, чтобы понять, почему они иногда ведут себя так, будто видят или чувствуют нечто для нас невидимое. Исследования показывают, что некоторые животные способны воспринимать ультразвуковые сигналы и электромагнитные поля, что может объяснить, почему они, кажется, реагируют на пустоту. Например, собаки обладают удивительно острым слухом, позволяющим улавливать звуки в диапазоне, недоступном для человеческого уха. Это может объяснять их настороженность и реакцию на пустые комнаты. Они могут слышать что-то, что находится за пределами нашего восприятия. Кошки, в свою очередь, обладают уникальной способностью видеть в условиях слабого освещения благодаря своей анатомии глаз, что дает им преимущество в обнаружении движений, невидимых для нас. Исследования также подтверждают, что животные могут предвосхищать стихийные бедствия благодаря своим чувствительным лапам и восприятию изменений в атмосферном давлении или вибрациям. Эти природные инстинкты делают их живыми сигналами тревоги, что, возможно, помогло многим людям избежать опасности. Научные открытия также подчеркивают, что поведение животных не всегда связано с мистикой или сверхъестественными явлениями. Это может быть результатом их природной интуиции и способности улавливать изменения в окружающей среде. Однако остаются вопросы, которые пока не имеют ответа. Например, как объяснить случаи, когда животные реагируют на что-то, что не связано с физическими изменениями, такими как настроение людей или предполагаемое присутствие в комнатах. Эти исследования продолжаются, и ученые надеются, что со временем они смогут пролить свет на многие загадки, связанные с поведением животных, помогая нам понять, что именно они видят и чувствуют. Несмотря на прогресс, мир животных все еще полон тайн, и каждое новое открытие вызывает еще больше вопросов, подстегивая наше желание открывать новый горизонт в изучении их удивительных способностей.